Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Как тебя зовут? Настя. Сколько тебе лет? Двадцать. Какой ты национальности? Русская. Где училась? В текстильной лицеи. Ты сейчас с кем-то встречаешься, замужем, свободно, разведена? Свободно. Кому пришла идея создать экспонат? Единь. Сколько людей в команде этого проекта? Сейчас три. О чем экспонат? Об искусстве, культуре, обществе. Цель движения «Вместе о больном»? Добиться огласки очень многих больных тем, вопросов в нашем обществе, поднять обсуждения и что-то мотивы. В чем твои личные мотивы? Менять Узбекистан, менять его к лучшему, развивать. Сколько обращений вы получили после публикации поста и как это происходило? После публикации поста мы получили около двух тысяч реакций в Дайрект. Самый бум был ночью и после того, как многие блогеры и СМИ начали нас вспоминать. Резонанс возник благодаря случаю в Фергане? Не только в Фергане, было много ситуаций, которые подслужили триггером к развитию этого всего. Не думаешь ли, что это всего лишь частные случаи, которые просто раздувают? Нет, не думаю, это большая проблема. Известные люди, которые вас поддержали? Никита Макаренко, Умит Гафуров, Не молчи Уз, Ирина Матвиенко. Нам написали российские фем-сообщества, поддержали международные сообщества. СМИ, которые вас поддержали? Репост опубликовал. Не знаю, поддержку нет, но нейтрально. А только на. Что до этого тебе удалось поменять в жизни людей? В жизни многих людей не знаю, но в жизни своего окружения я им привела идею феминизма и то, что это нормально, то, что фемки это не странные девушки, а также любовь к патологии. Не делай добра, не получишь зла? Возможно, но лучше делать. Помощь, о которой не просят, бесполезная помощь? Да. Что тебя выводит из себя в нашем менталитете? Меня выводит из себя слово менталитет. А вообще, из кого будет, возможно? Вы думаете, сможете поменять вековые традиции народа? За один раз нет, мы каплю в море, но лучше быть каплей и что-то делать. Мужчина может стать жертвой насилия со стороны женщин? Все могут стать жертвами насилия. Если не молчать, можно победить? Да. Ваше движение не выходит за рамки интернета? Пока нет. В чем выразится ваша борьба на деле? Мы подумаем сейчас о петициях в защиту женщин и развитии темы уважения людей друг к другу. И думаем, как правильно направить все это внимание. Возможно ли равенство, если женщины и мужчины биологически разные? Ну, я бы так не утверждала, что они биологически разные, а равенство возможно. Разве закон не гарантирует те же права и свободы женщинам? Закон одно, культура другая. Ты за традиционное понимание семьи? Нет. Женщины ни в чем не виноваты? Нет. Жертвы не виноваты. Есть ли хоть какая-нибудь вина на женщинах в сложившейся ситуации? Нет. Нужно уважать традиции и обычаи титульной нации? Нет. Религиозная ли ты? Нет. Ты считаешь, что правда за вами? Да. Нет значит нет? Да. Почему тогда мужчинам часто нет, становится да? Они не понимают, что такое культура согласия. Тебя принуждали к поцелуям, объятиям и сексу? Да. Мужчина должен делать первый шаг? Нет. Стереотипы, которые тебя бесят? Мужчина должен делать первый шаг, женщина не должна делать первый шаг. Сталкивалась ли с национализмом? Да. Мужчины-феминисты это кто? Мужчины, поддерживающие равенство. Короткие шорты это угроза твоей безопасности? В нашей стране да, но хотелось бы, что нет. Ты не думаешь, что про ваше движение забудут через неделю? Мы надеемся, что нет и будем стараться, чтобы нет. Какие ваши дальнейшие шаги? Петиция, продолжение флешмоба, мы собираем истории подписчиц и будем все это реализовывать. За домашнее насилие должны давать реальные сроки? Да. Что нужно делать, когда тебе кричат вслед, пристально разглядывают, сигналят? Обращаться в органы, но, к сожалению, у нас нет никаких статей. Разве не комитет женщин должен бороться за ваши права? Должен, но он составляет только списки. Что делать, когда к тебе пристает начальник, а другой работы нет и необходимо кормить детей? Писать заявление. Компании, где начальник позволяет себе такое, должны бойкотироваться? Да. Что думаешь насчет высказывания «Не учите жить, лучше помогите материально»? Не знаю, ничего не думаю. Будете ли собирать пожертвования для «Вместе больно»? Пока не знаю. СМИ и публичные личности постоянно говорят про уважение и почитание женщин. Это что-то меняет? Да, потихоньку. Если мужчина один раз поднял руку на женщину, это должно быть клеймом на всю жизнь? Да. Веришь в презумпцию невиновности? Не очень. Почему любое обвинение, даже впоследствии опровергнутое, становится концом карьеры мужчин? Потому что работает институт репутации. Не думаешь ли ты, что движение феминисток уже перегибает палку? Нет. Как и что нужно спросить у девушки для секса по согласию? Просто спросить, хочешь ли ты. Какую девушку можно назвать шлюхой? Никакую. Насколько сильно любишь секс от 1 до 10? На 8. Как часто тебе что-то кричат вслед? Почти каждый день. Подвергалась насилию? Да. На тебя поднимали руку? Да. Домашнее насилие вина мужчины? Да. Ты всегда сама за себя платишь? Практически всегда да, но есть друзья, которые обижаются, когда я так делаю. Как и сколько зарабатываешь? Я работаю СММщиком и помогаю в написании докладов и всего остального. Зарабатываю сейчас около 600 долларов. Тебе изменяли? Нет. Ты изменяла? Нет. Делала аборт? Нет. Аборт это преступление? Нет. Поддерживаешь борьбу ЛГБТ сообщества за свои права? Да. Был однополый опыт в твоей жизни? Только поцелуем. Девственность имеет значение? Нет. Думала о самоубийстве? Да. Ты сексуальная? Наверное. По поводу чего комплексуешь? По поводу своей отличности от других взглядах. Любимое матершиное слово? Блять. Сплетница? Нет. Как тебя хейтят? Тупая фемка. Что скажешь своим хейтерам? Ну и ладно. Крайний раз, когда ты поменяла свое мнение? Когда мы поссорились с начальником и он доказывал, что я не права. Все мужики козлы? Нет. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? На 7. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? Тоже на 7. Как относишься к девушкам и женщинам, которые выступают против идей феминизма? У нас у всех есть свое мнение. Главное грамотно его высказывать. Существует ли женская солидарность? Да. Девушки, согласные на роль келинок, не уважают себя? Они растут в обществе, которое готовит их стать келинками. Какой мужчина нужен тебе? Умный. За что должна отвечать женщина в семье? Они договариваются с мужем, как делить обязанности. Мужчина твоей мечты? Поддерживающий меня. Что бы ты хотела сказать напоследок? Всем мира и любви. Всем мира и любви. Всем мира и любви. Продолжение следует...